Центру сибирского купечества, одному из самых привлекательных районов нынешней Новосибирской области, Колыванскому, исполнилось 95 лет. Юбилей отметили в минувшие выходные. Как именно, расскажет мой коллега Андрей Баев. В центре Колывани, как и сотни лет назад, когда поселок был одним из самых известных купеческих селений Сибири, тысячи человек. Открывает праздник парад всех муниципальных поселений и крупных предприятий Колыванского района. Глава Антонова Елена Николаевна. В состав Соколовского сельсовета входит два населенных пункта. В этом году село Соколово отметило 300-летний юбилей. Грамоты и благодарности от руководства района. Отдельный поздравительный адрес от губернатора Новосибирской области. Колыванскому району стабильности и процветания. Пусть в ваших семьях всегда царят мир, согласие и взаимопонимание. Пусть всегда с вами остаются вера в красоту жизни, чистые помыслы, надежды и любовь. С праздником вас, дорогие друзья, губернатор Новосибирской области Андрей Александрович Травников. Сегодня Колыванский район участвует практически во всех национальных проектах. Ремонт автомобильных дорог, благоустройство парков, скверов и дворов решают в районе и одну из главных проблем сельской местности – обеспечение населения чистой водой. Только в самой Колыване в этом году заменят около 16 километров водопроводных сетей. Ведут работы и в районных сельсоветах. Сегодня у нас в селе Соколова проектируется трех и более километров водопроводных сетей. В настоящее время уже в село Кандаурово реализован проект на 3 миллиона 200. Это даст в первую очередь для жителей, для людей чистую и хорошую воду. В Колыванском районе сохранилось 103 памятника истории и архитектуры. Бережно хранят здесь и память, и традиции всех народов. На территории Колыванского района проживают представители более 10 народностей. Вот мы видим наследие частских татар. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, кто вы, что представляете здесь? Я председатель правления местной общественной организации деревни Юрторы Колыванского района. Сохранение наследия частских татар. Здесь мы представляем в этом шатре свое историческое поселение. Татары-чаты жили здесь, коренные жители Сибири, до прихода русских, еще наше селение. Вот мы здесь показываем, как мы живем, наш быт. На праздничной аллее не только расскажут и покажут о каждом народе, который населяет Колыванский район. Почти в каждой палатке невольно знакомишься и с изысками национальных кухон. Особенно много людей задерживаются возле украинского стола. Представляем украинскую культуру. Почти всем, чем можно. Посмотрите, какой богатый стол. Горилка, сальцо, пожалуйста. Горилочка, мягенькая, малосольные огурчики, сальцо, бутербродики, а вареники на всякий вкус. Со смородинкой, с капусточкой, с творожком, с грибочками. Уникален и природный мир Колыванского района. В заповедных лесах, нетронутых благами цивилизации, можно встретить разных представителей фауны. Но главное богатство района – это люди. Трудолюбивые, талантливые, добрые и рачительные хозяева своей родной земли. Хотел бы пожелать вам на этой святой земле, чтобы у вас больше рождалось детей, чтобы вы всегда радовали, чтобы вас радовали внуки и дети, чтобы ваши дети всегда были обеспечены и знали, что завтрашний день у них есть. Мы должны гордиться, что мы живем в великой стране, Россия. Мы гордиться должны, что мы живем в Новосибирской области. Мы должны гордиться малой родиной, что мы живем в Колыванском районе. С праздником вас, дорогие друзья! В свой 95-летний юбилей Колыванский район пополнился и почетными жителями. Высокое звание под аплодисменты тысяч земляков торжественно вручили участницы Великой Отечественной войны Ольге Федоровне Гривастовой и балетмейстеру районного дома культуры Александру Шульц. Поздравляем всех жителей, всем веселого настроения, улыбок, счастья, радости. Поздравляю с праздником, всем здоровья, удачи, благополучия, долгих лет жизни к нашим пенсионерам особенно. От всей души поздравляем Колыванском районе с таким замечательным праздником. Мы здесь родились, выросли. Это прекрасно, что такой праздник создали для людей. И вообще, дай бог, нашему району процветания дальнейшего, чтобы все было у нас здорово. Андрей Паев, Артем Валевич, Новости ОТС.